Привет, друзья! С вами канал «Что-то я засиделась» и я Юлия Рябинина. На улице Декабрь плещется море рядом со мной, там вот пальмы, видите, температура плюс 20. Короче, я в турецком городе Мерсин. Субтитры делал DimaTorzok Я пыталась купить квартиру в городе Мерсине, но из-за особенностей турецкого менталитета отказалась от этой затеи. Если не следите, то, ну, вам интересна вся эта история, то я оставлю ссылку в описании на эти фильмы. Так вот, я снова вернулась в город Мерсин спустя полгода, опять же, из-за особенностей турецкого менталитета. Дело в том, что я перевела деньги в банк «Зират» в отделении Мерсина, ну, в надежде, доллары, в надежде на то, что я куплю квартиру. Квартиру я не купила, деньги остались, и я пыталась их с вифт-переводом перевести в казахский банк. Так вот, кстати, для тех, кто хочет хоронить деньги в Турции, имейте в виду, что турецкая банковская система, она особенная. Мне отказались перевести деньги, потому что у меня нет ВНЖ. Какая связь между ВНЖ и банковским счетом, я так и не поняла, но, я говорю же, особенности турецкого менталитета, и с этим надо считаться, если вы хотите здесь жить. Короче, я приехала с таким гневливым настроением, надеждой вообще камня на камне не оставить от Мерсина, от всего, как здесь устроено и как живется. Но за те три дня, что я здесь побыла, я немножко успокоилась, утихомирилась и как-то по-другому взглянула на Турцию, на Мерсин, на тот нелюбимый мною турецкий менталитет. И сегодня я хочу вам рассказать о моем Мерсине, о том городе, который вам никогда не покажут риэлторы, который вам никогда не покажут застройщики. Он не образцово-показательный, как эта набережная, о которой все знают, которую все показывают. Он не вылизанный, он аутентичный и от этого обаятельный. Он неоднозначный, от этого тоже не менее обаятельный. Короче, не буду долго вас грузить, давайте посмотрим на мой Мерсин. Прямо на улице чистят обувь. 1 евро стоит. Здесь построена самая высокая башня. Посмотрите, сколько там этажей. Это бизнес-центр, я так полагаю. В 200 метрах от вот этого крутейшего бизнес-центра, которого я сейчас видела, здесь находятся клетки с курицами. Посмотрите. Изотьё? А это хозяин курицы. Такой красивый мальчик. Вот так прямо на улице Мерсина мужчина чистит рывок. Такие большие, респектабельные дома, и прямо во дворе стоит настоящая лачука, ребят. Если меня здесь не прирежут, и вы мне не поставите лайки, вы будете очень плохими людьми. Вот и туалет есть. И этими дровами топит печь. А для чего нужна эта печь? Вот. Ух ты! Вот там, видите? Вот там дрова. Ну и какой старый город без рынка. Ой, смотрите, какие здесь кишки. Просьба увезти детей от телевизора. Самое прикольное, что Татюрк здесь был всего лишь один раз. И, ну, этого вполне хватило для властей Мерсина, чтобы основать в 1992 году здесь дом-музей Татюрка. А это комната, где Татюрк работал. Ну, это похоже на хозяйскую спальню. О, смотрите, швейная машинка. Кто на ней интересный швейная жена Татюрка, что ли? Отдельный вид мерсинского развлечения – это любование мерсинским портом. Так, мы сейчас к порту подъезжаем совсем близко. Посмотреть на эту махину – это, конечно, очень впечатляет. Посмотрела я на эти плавучие ресторанчики, на голодную черепаху и поняла, что я тоже голодная. Посмотрите, как они разделывают. Ух, как он мастерски это делает. Бог нам сегодня послал, ну, совсем немножечко морского окуня. И это называется у них немного салата. Такая корочка, хрустящая корочка. А внутри очень мягкое, сучное мясо. Ребят, я поселилась в Старом Центре. Это место, откуда, собственно, начинался мерсин, старый город. Здесь, в самом деле, сохранились эти турецкие традиции, уклады, магазинчики. Люди такие турецкие ходят. Когда я приехала в мерсин, мне все, значит, риелторы говорили, ни в коем случае, ни в коем случае здесь не селитесь, это очень опасный район. Здесь много сирийцев, здесь такая развалюха. Какие-то карманники, нищие бродяги. Ну, реально, район такой своеобразный. Но, ребят, вы для чего приезжаете в другую страну? Чтобы увидеть их уклад, их традиции, их культуру, какую-то их особую атмосферу неповторимую. Так, приехать в мерсин и не выходить с набережной форума, это вы увидите в любом европейском крупном городе и не европейском. А вот для того, чтобы увидеть настоящую Турцию с ее необыкновенным колоритом, с ее запахами, звуками, одеждой, людьми, я вам очень рекомендую погулять по Старому Центру. Его еще называют район Ак-Денис, это недалеко от порта. Я вот сейчас в него погружаюсь и поделюсь своими впечатлениями. Вот каждое утро, ребята, я подвергаюсь таким сумасшедшим соблазну. Смотрите, магазин прямо рядом с моим отелем. Магазинчик, кондитерская. И что здесь у нас? Здесь у нас... Забыла, как называется, ребят, совсем с ума сошла. Ну, в общем, орехи с сиропом дожила. Как это называется-то? Ай, и посмотрите, и печенюшки такие. А что у нас на другой стороне? А на другой стороне у нас пахлава. Ой, и такая, и большая, и маленькая. Ну, а дальше. Самая, самая красивая витрина. Витрина с тортиками. Это тирамису. Это вот тортик с шоколадной крошкой. Это желе, это йогурт с фруктами и с корнфлейком. Это эклерчики. А тортики, тортики. Вы посмотрите, какие тортики. Ой, ёлки-палки. Ёлы-палы, лес густой. А how much is it? 120 лир. А 120 лир, ребята, это где-то там около 600 рублей. Испытания моей силы и воли продолжаются. Посмотрите, это знаменитые турецкие бублики во всех разновидностях. С кунжутом, с сыром, такие булочки. Вот, знаете, идёшь, идёшь, и вот всё это видишь. И вы посмотрите, какое разнообразие. Какое разнообразие очень вкусной выпечки. И печенюшки такие. Ой, и сладости. Посмотрите, какая прелесть. И вот такие замечательные. Good morning. Мир хаба, мир хаба, in Turkish. Мир аба, мир ама, мир аба, yeah, thank you. How are you? I'm fine, how are you? Oh, it's too fat, it's too fat. No. You are very handsome, you are great. I'm fine. I'm fine, sir. I'm fine. I'm fine. I'm fine, I'm fine. Hello. Вот, видите, какие здесь прекрасные люди. Пока. Если вы приехали в Мирсин, вам обязательно нужно попробовать блюдо, которое придумали здесь, в Тантуне. Вот видите, как жарится куриное мясо. Потом туда кладётся лаваш, мелко нарезанные помидоры. И лепёшка, она пропитывается. Посмотрите, она пропитывается этим соком. О, бросается зелень. Помидорки. Надо мастера показать. Ох, ой, какой пар. И вот готов Тантуне. Это очень похоже на роллы. Такой длинный, длинный, сочный ролл. А подают лимон и маринованный перец. Подают к этому. И влажные салфетки. Ну да, ты же руками ешь. Ребят, видите, какая у меня красота? У меня сломалась прищепка для петличного микрофона. И я в ближайшем хозяйственном купила липкую ленту, скотч. И вот прилепила. Смотрится, кстати, очень прикольно. Вот так, знаете, вот такие тренды в одежде. И в аксессуарах рождается и случайность. Я вот думаю, что это может стать даже модным трендом. Так, ну, мои небогатые познания в турецкой кухне все равно позволяют мне рассказать, что все они поливают лимоном. И это тоже, видимо. Поэтому я сейчас все полью лимоном. Вот я не знаю, рискнуть, съесть перец или нет, а? Закушу, наверное. Вот такая длинная штука. Ее дожевать. Вкусно. Реально вкусно. И особо шик это не продает, продает, я так понимаю, лук с паприкой. Очень вкусно, ребят. Смертельный номер. Я сейчас закушу и там маринованным перцем. Вода уже есть. Та-да-да-да. Он не сразу дает о себе знать. Уже дает. Пошли. Начну пить воду. Это, кстати, самое любимое занятие. Путешествовать. Что-нибудь попробовать. Прямо на улице чистят обувь. Смотрите. Мужчина, видимо, бизнесмен, чтобы ходить по городу в чистые обуви, восстановился и чистят обувь. А how much is it? Money, money. One euro. One euro стоит. Вот эти чистые обуви находятся в неслучайном месте. Здесь построена самая высокая башня. Посмотрите, сколько там этажей. Это бизнес-центр, я так полагаю. И вообще, это место в старом городе, которое, видимо, претендует на звание бизнес-центра, потому что рядом с башней еще расположились, видите, такие большие, высокие металл со стеклом дома. И тут же аллея с пальмами. И самое приятное, ребят, на улице, обратите внимание, декабрь. На улице декабрь, а тут растут деревья с мандаринами и пальмы. А, бай, 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 бай. Вот это мой новый знакомый, который... Tell me your shoes, 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 shoes. Посмотрите, какие красивые, good, замечательные. It's business center? Oh, it's very good. Играет музыка. Вот они как-то девочки хорошие. Она как красавица. В двухстах метрах от вот этого крутейшего бизнес-центра, которого я сейчас видела, здесь находятся клетки с курицами. Посмотрите. А это хозяин куриц. What is your name? Муаре. 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 I'm Julia. I'm from... I'm from... I'm from... I'm from... Ну, в общем, что-то сказал по-турецки. I'm from Russia. I'm from Turkey. Can I see? Вот, посмотрите, ребята. Посмотрите, такой очень... Ага. А, посмотрите, какой... Что он делает? Слушайте, это эти, видимо, петухи для борьбы. Для борьбы. Такой красивый мальчик. Вот, и посмотрите, сколько здесь. Ага. Здесь. Ух ты, беленький. Брос. Брос? Грос. А, е-е-е, большие. Грос. Ага. Вот типичная картина для турецкого города. Да, мне кажется, для любого азиатского. Такие большие, респектабельные дома. И прямо во дворе стоит настоящая лачуга, ребят. Прямо настоящая. Вот видите, там труба. Она топится дровами. И труба, видите, торчит, так как самодельная. Торчит прямо из стены. То мы знаем о нищете. Мы о ней ничего не знаем. Вот она, настоящая нищета. Я так понимаю, что здесь еще живут люди. Смотрите, вещи, раковина. Ой, они даже не забывают отмечать Новый год. И что-то похожее на внутренний дворик. Господи, куда я пошла? Как мне страшно, ребята. Да, да. Это внутренний дворик. Ёптель-моптель. Если меня здесь не прирежут, и вы мне не поставите лайки, вы будете очень плохими у людьми. Вот и туалет есть. Фу. Все-таки здесь люди живут. Пошла на свободу. Ой. И даже какие-то документы. Нет. Смотрите, какая интересная штука. Дрова. И этими дровами топит печь. А для чего нужна эта печь? А эта печь нужна для того, чтобы испечь хлеб. Вот он. Хлеб. Можно? Слушайте, здесь все разрешают. Hello. Посмотрите, как печется... Вот, ребята, турецкие люди очень добрые. Как печется турецкий хлеб. Вот. Вот, смотрите, какой он красивый, ароматный турецкий хлеб. И печка. Сейчас покажет, как дрова закидывать. А, как дрова. Ага. Посмотрите. Ух ты! Вот там, видите? Вот там дрова. Вот они для чего нужны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и какой старый город без рынка. Посмотрите здесь... Ой, бог ты мой! Смотрите, какие здесь кишки, ребята, просьба увезти детей от телевизора. Боже мой, боже мой, вы посмотрите, это кишки, это головы, ребят, ага, а это сам продавец. Мясо я показала, ну и, конечно, нужно показать рыбу, а рыбу я люблю, посмотрите, какое разнообразие, вот это маленькое, похоже на барабулька, дорада. В общем, как это называется, вот это барабулька, барабулька, слушайте, а рыбы так много, жалко они не разговаривают по-английски. Посмотрите, какая длинненькая, ребята, на улице Декабрь, посмотрите, какие тут развалы овощей, а сейчас я попробую знать, сколько что стоит. Перец стоит 35 лир, это где-то около 100 рублей. Сколько стоит? 20, 20, это около 60 рублей, it's cool. And this tomato, this tomato? Almost. 50, 50, это около 100 рублей. 10, 10, 10, ребята, это 30 рублей, брокколи. Ну, в общем, поняли, да, какие здесь цены. Ребята, посмотрите, вот это мне очень нравится, это сушеные, сушеный перец, сушеные баклажаны, их замачивают, потом наполняют какой-то начинкой и запекают. И посмотрите, о, ну какие красивые, прям как украшение дома может быть. Те, кто бывал не раз в Турции, знают, что здесь очень любят и почитают Ататюрка. Это революционера и первого президента Турецкой Республики. И у меня создается ощущение, что в каждом крупном турецком городе есть музей или дом-музей Ататюрка. Я точно знаю, что он есть в Анталии, в Стамбуле, в Алане. Ну, Салоники – это как бы не Турция, это Греция, но там Ататюрка родился. Мерси, он тоже не дурак, и тут тоже есть свой дом-музей Ататюрка. Вот он сейчас у меня находится за спиной. Ну, самое прикольное, что Ататюрк здесь был всего лишь один раз. И провел с женой где-то около 11 ночей, но этого вполне хватило для властям Мерсина, чтобы основать в 1992 году здесь дом-музей Ататюрка. Дом очень симпатичный, но, наверное, по тем годам даже и богатый был он построен. В 1897 году немецким консулом Крисманом после того, как он женился на мерсинской жительнице. Видимо, красавица. Так вот, в 1925 году сюда приехал Ататюрк, как я сказала, женой. Я становилась здесь на 11 дней. И с того момента этот дом прозвали Дом Ататюрка. В общем, шли годы, в этом доме менялись хозяева. И, наконец, в 1992 году здесь открылся дом-музей. Он бесплатный. Вот, и сейчас мы туда сходим. Знаете, мне тут даже не столько интересует Ататюрк, как само здание. Это сохранившееся здание конца XIX века. Посмотрите, какой здесь потолок. С деревянными балками, деревянный потолок. Очень высокий. Вот этот макет, изумительный макет, где изображен Ататюрк. Я так понимаю, что какой-то вот этот древнегреческий храм, это отсыл к Солоникам, Греции, где родился Ататюрк. Его портрет, стена крепостная. Но самая фишка в том, ребят, что все это сделано из кусочков сахара. Рафинированный сахар белый, а крыша сделана из коричневого сахара. Вот такой макет. Почему сахар, почему Ататюрк и почему древнегреческий храм, это надо спросить художника. Папа Ататюрка – военный офицер. Это в дом в Солониках, это мама. Посмотрите, какое лицо изумительное. А это его сестры. Ататюрк был военным офицером. И вот на этой стене показаны фотографии из его военной жизни, нелегкой. Вот такой он бравый офицер, революционер и первый президент Турецкой Республики. А в этом зале представлены личные вещи Ататюрк. Вы знаете, какие все-таки элегантные были наряду военных офицеров. Это манжеты, жилетка, отдельно воротничок и отдельно платок. Так, поднимаемся на второй этаж. Но почему-то здесь не включается… А, вот он включается, свет. И здесь восстановлены реальные комнаты, в которых жил Ататюрк. Кстати, неплохо жили немецкие консулы и президенты Турецких Республик. Такая огромная комната. А это комната, где Ататюрк работал. Вот огромный рабочий стол, больше похожий на бильярдный. Но это похоже на хозяйскую спальню. О, смотрите, швейная машинка. Кто на ней, интересно, шил? Жена Ататюрка, что ли? Вот такая большая, из карельской березы, между прочим. Не хухры-мухры. Ататюрк реально очень крутой мужик. Ну, может быть, сравнимый с Петром I, великий реформатор, который, по сути, создал современную Турецкую Республику, светское государство. Он дал права женщинам. И он, кстати, у него было восемь приемных дочерей. Это был такой образцово-показательный шаг, я думаю, для Ататюрка, чтобы доказать, что женщина тоже человек, она может многого достичь, если дать ей такую возможность. И Ататюрк дал своим дочерям такую возможность. Все из них реально состоялись в профессии. Но и самая известная – Сабиха Гёгчон, именем которого назван международный аропот в Стамбуле. Это первая турецкая женщина-пилот. Он перевел турецкий язык на латиницу, он ввел фамилии для турков, и он провел реформу одежды. Он заставил турков отказаться от фески, это вот такая их шапочка, еще чего-то отказаться. То есть он как бы старался, он прорубал окно в Европу, он старался сделать Турцию более европейской стороной и по политическому устройству, и внешне, и в светской жизни. Вот таких людей рождается единица. Их в самом деле немного, их можно как бы по пальцам пересчитать. И я думаю, что если вы в Мерсине, вы не только недвижимость выбираете, но вы походите, посмотрите, зайдите. В самом деле очень интересный музей, очень интересное здание историческое. Когда здесь как-то погружаешься в эту атмосферу конца 19 века, начало 20-го, представляешь, как здесь жили люди, что они делали. Приходите. Отдельный вид мерсинского развлечения – это любование мерсинским портом. У меня за спиной мерсинский порт второй по величине после порта, который неподалеку от Стамбула находится. Вообще, я хочу сказать, это такой отдельный вид удовольствия – индустриальный туризм. Я его не сразу раскусила. Впервые я его раскусила в Германии, когда мы ездили по закрытым шахтам, заводам и каким-то еще индустриальным учреждениям. Знаете, я поняла такую вещь, что посещая вот такие индустриально крутые места, где вообще такие машины огромные создаются. Такая логистика необыкновенная придумывается. Ты, знаете, проникаешься гордостью за человеком. Гордостью за то, что он такое выдумал и реализовал. Вот, кстати, в Германии впервые, в Гамбурге я увидела совсем близко вот эти грузовые трейлеры. Это такое мощное впечатление. Они высотой с восьмиэтажной дома. Представляете, это махина, многотонная махина огромная, двигается по просторам океанов. Конечно, это впечатляет. Также, кстати, впечатляет и Мерсинский порт. Очень мощное техническое сооружение. Сюда подходят здесь пять причалов. К каждому причалу подходит железная дорога. Представляете, подъезжает сразу груз и сразу по Турции отправляется. И к тому же еще Мерсинский порт, он обеспечивает грузоперевозки всей юго-восточной Анатолии, Турции, и является таким транзитным центром для торговли с Ближним Востоком. В общем, это место, которое стоит посетить, чтобы поделиться масштабом человеческого рукавотворства. Недалеко от порта отходят такие кораблики, на них можно покататься и поближе подплыть к порту и посмотреть на эту махину. Ну, вообще, что я хочу сказать. Лайфхак для туристов, для глупых туристов, как считают, видимо, турецкие предприниматели. Сначала парень запросил у меня 100 лир, но я помню, что до этого мне называли 50 лир. Я в итоге заплатила 50 лир, а он обещал свозить и к порту и показать какие-то затонувшие корабли. В итоге он ничего не показал. Полный отстой, ребята. Это не стоит этих денег. Поэтому, если просто так покататься можно, но даже не за 50 лир, десятка самая большая. Так что не будьте такими лохами, как я. Посмотрела я на эти плавучие ресторанчики, на голодную черепаху и поняла, что я тоже голодная. Вот гугл-карта мне сказала, что вот этот ресторан рыбный самый приличный среди всех береговых. Сейчас проверим. Балыка Кмек – знаменитый турецкий фастфуд. Вот скумбрия. Посмотрите, как ее разделывают. Ух, как он мастерски это делает. Слушайте, ребят, если бы я так умела разделывать рыбу, я бы, наверное, замуж давно вышла. Смотрите, вот он. Супер. А с этой стороны… А, делают уже сам валык. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Вот ресторанчик какой. Мы сейчас проберемся наверх. Я люблю на палубе. И вон туда заберемся. Вот. Вот такой ресторанчик. Ну все, ребята, пошла релаксировать. Так, бог нам сегодня послал ну, совсем немножечко морского окуня. И это называется у них немного салата. Очень вкусно. Такая корочка. Хрустящая корочка. А внутри очень мягкое. Сучное мясо. Ау. Кораблик покачивается. А я замерзаю. Так, ну ладно, несколько слов о мерсинской кухне. Дело в том, что Мерсин все-таки турецкий город, не туристический. Поэтому мы идти европейскую кухню здесь непросто. В основном вот кафе и таверны с типичными турецкими блюдами. Лахмуджун, я уже узнала новое. Это такая турецкая пицца. Там туни, кебабы. Все это жареное, все это мясное. В общем, попробовать это интересно. Но, так знаете, если есть это постоянно, то в двери не будешь пролезать однозначно и будет проблема с желудочно-кишечным трактом. Вот, поэтому, если вы приехали в Мерсин и вам уже устали от кебабов, лахмуджунов и другой турецкой пищи, то я вам советую прийти в парк Ататюр. И вот здесь кораблики стоят. И на этих корабликах кормят вкусной рыбой. Или балыкакмеком еще кормят. Это вот знаменитый турецкий бутерброд, такой фастфуд с кумбрией с хлебом. Он недорогой, всего лишь 35 лир стоит. И, в общем, можно попробовать и рыбки, побывать в аутентичной турецкой таверне. В общем, очень круто. А вот мое блюдо, рыба с двумя салатами, с чаем обошлась мне в 100 лир. Это где-то около 350 рублей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ёлки! Вот так погуляешь среди бездомных собак-то. Ну что, сегодня последний день в Мерсине. И я надеюсь, мой трип по этому необычному, красивому турецкому городу вам понравился. Конечно, вы скажете, что я показала не самые красивые стороны Мерсина. Но что я хочу сказать? Дело в том, что я не считаю, что европейские традиции, европейская культура являются образцом для подражания. А в мире миллион людей живут, не придерживаясь европейских традиций. Индия, Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия. У них свои традиции. Поэтому нету хорошей и плохой культуры, нет хороших и плохих традиций. Есть только то, что вам нравится. И если то, что вы увидели, вам зашло, вас не покоробило, вы понимаете, что это не самое главное. Потому что в Мерсине есть много, в самом деле, очень положительных сторон. И хороший климат, и хорошая инфраструктура, и недорогая жизнь, и приятные люди вокруг. То welcome to Mersin! А я всё-таки решила не жить в этом городе. Поэтому сегодня я уезжаю в Стамбул. Оттуда отправляюсь в Болоню, в двухнедельный трип с моей дочерью, которая сейчас учится в Германии. Поэтому мои путешествия продолжаются. И если вам это интересно, вам это заходит, то не забудьте поставить лайк, поделиться своими впечатлениями, дать какую-то обратную связь. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!